Коллеги, у нас остался последний доклад Добровский Алексей Викторович, заведующий научно-производительным центром Сибирской государственной геодетической академии. Доклад о оснащении кризисного центра концертно-россо-энергоатом эвакуационными планами районного расположения АЭС. Уважаемые коллеги, я хотел бы представить вашему вниманию опыт работ, который получила Сибирская государственная геодетическая академия при выполнении заказа концерна-россо-энергоатом по оснащению кризисного центра эвакуационными планами района расположения атомных станций. Причем эта работа выполнялась на протяжении 2012 года и в результате этих работ на все 10 атомных электростанций, которые располагаются на территории Российской Федерации, были составлены актуационные планы района расположения АЭС. Из исполнителей работ я отдельно хотел бы отметить специалистов самого концерна-россо-энергоатом и ведущих специалистов отделов мобилизационной подготовки и гражданской обороны и ИЧС на атомной станции, с которыми непосредственно происходило согласование полученных материалов. И вот как раз тут несколько слайдов будут посвящены работе группе оказания естественной помощи атомной станции в случае традиционно опасной ситуации на АЭС. Это как раз одни из авторов нашего доклада. Эта группа вот уже на протяжении большого периода времени существует, организована была в 1987 году, как раз после аварии на Чернобыльской атомной автостанции. Вот сегодня группа АЭС представляет собой такую вот развернутую структуру, несколько центров соединены между собой специальными каналами связи, которые занимаются обменом информации. Постоянно в режиме, близком к реальному времени, происходит информационный обмен между атомными станциями и самим непосредственно кризисным центром. И вот на всех этапах этого информационного обмена применяются цифровые модели местности, либо атомные станции, населенного пункта, при авиационной защитной зоне, ну и конечно же районные эвакуации. То есть вот здесь вот на схеме я специально показал вот эти элементы, где должны присутствовать эти вот цифровые модели. В 1994 году, вот впервые за всю историю работы группы АЭС на Белоярской атомной автостанции, был включен план мероприятий по вывозу персонала из района аварии на АЭС. То есть это вот единственное за время функционирования вот этой группы АЭС реальная ситуация, которая являлась опасной для жизни и здоровья населения, которое проживает, которое работает вблизи атомной автостанции. Вот геоинформационное обеспечение для управления кризисными ситуациями можно разделить на три основных вида. Актуальные динамически изменяющиеся мониторинговые данные состояния пространственных объектов, прогнозные пространственные аналитические модели, которые описывают различные сценарии развития кризисных ситуаций и ликвидацию последствий, и статистические пространственно-институционные модели управления кризисными ситуациями. При организации управления кризисной ситуацией промышленными объектами повышенного класса опасности должны применяться все эти три вида геоинформационного обеспечения. В результате выполнения нашей работы мы подготовили геоинформационную основу для того, чтобы по этим трех пунктам у кризисного центра был полный набор необходимого материала по выполнению их непосредственных задач. Итак, на следующем слайде представлены этапы работы, я здесь ничего нового нет, поэтому экономию времени зачитывать не буду, а вот на исходных данных остановлюсь несколько по детали. Вот здесь мы видим с вами на плакате, что исходные данные, вот даже по оформлению, надеюсь, они все представлены в различном формате, различного масштаба, различное время производства этих категорических материалов, различные легенды оформления применялись и так далее. И вот этот вот, в общем-то, такой материал, ну, я как геоинформационщик сразу же отнес его в разряд некомбицированных, он оказывается, оказывается, до 2012 года было в распоряжении отделов инвестиционной подготовки на атомных станциях. То есть, вот представьте, да, ситуацию с геоинформационным обеспечением. Причем, вот в лучшем случае я насчитал порядка четырех атомных станций, где этот материал еще и дублировался в цифровом виде, но в формате это был либо автокад, либо даже топографический редактор, как Коралл. То есть, говорить здесь о каких-то вот серьезных геоинформационных вещах, да, про аналитику, про моделирование именно с применением уже автоматизированных средств, здесь уже было невозможно. Эхмоническая последовательность этапов работы представлена вот на слайде. Опять же, досконально останавливаться не буду. Самыми такими трудозатратными этапами были, конечно, векторизация эвакуационного плана. Причем, мы разработали специально библиотеку условных знаков, которая соответствует принятым в МЧС условным знаком. И вот этот вот этап, который сейчас выделился, согласованиями с отделами мобилизационной подготовки уже готовых эвакуационных планов. Вот этот этап, на самом деле, по трудозатратам, времени, извиняюсь, по временным затратам, да, а потом в последующем уже из-за переделки по трудозатратам он сравнялся с векторизацией эвакуационных планов. Потому что вот эти исходные данные, которые были нами предобразованы в тонный вид, к сожалению, после того, как они приняли уже законченный устоявшийся вид, с читабельной легендой, с правильно обозначенными путями эвакуации, с правильно нанесенными даже названиями населенных пунктов, этот материал уже по-другому был визуализирован, был проанализирован специалистами гражданской вот этой вот обогоны, и они приступили к его корректировке уже нашего материала, да, вот в процессе выполнения работы. Они приступили к корректировке, и вот мы этот этап не закладывали, да, но уже на этапе нашей работы, нашего создания происходило, в общем-то, переформатирование, изменение, перерисовка этого эвакуационного плана, потому что многие элементы, когда мы их уже подняли, нарисовали, да, уже более четко, более читабельно, они уже показались специалистам действительно устаревшими и требующими изменениями. Вот пример нашей продукции, причем эвакуационный план мы создавали в двух масштабах, 100 тысяч на 200 тысяч, ну, соответственно, 30-километровая зона вокруг АЭС и 100-километровая зона, здесь вот представлены эти планы. Вот законченный планшет, причем здесь вот я буду говорить сначала о цифровой модели, да, цифровой типографический план эвакуационный, с другой стороны планшет, почему, потому что результатом работ было несколько видов продукции, несколько видов продукции, и один из видов это была распечатка на металле, ну, здесь чуть попозже. Итак, вот оперативный план противоаварийных действий представлен, схема эвакуации населения, обязательно с правой стороны план атомной станции города при АЭС должен фигурировать, розовый ветров, климатические характеристики и условные знаки. И вот непосредственно этот же уже цифровой план, цифровой план распечатан в аналоговом виде на металле. Почему на металле, да, часто задавали такой вопрос, ну, потому что, в общем-то, кризисный центр поставил одно из условий, это наклеивание магнитов, да, наклеивание магнитов для оперативности, для визуализации, и рисовка маркера, рисовка маркера. Нами были изготовлены специальные стенды для крепления этих планшетов на стену, и также вот, так, оперативный стенд и специальные боксы для хранения этих планшетов. То есть это все было произведено Сибирской государственной бюджетской академией. Мы, ну, где-то для нас новое направление работы, да, открыли, но, в общем-то, с этой работой мы достаточно успешно справились, потому что вот непосредственно и защитный пункт управления противоаварийными действиями и ситуационный зал, они были оборудованы, вот, в общем-то, таким, достаточно, на мой взгляд, долговечным, достаточно визуальным, да, картографическим материалом. Итак, вот, в настоящее время вот эти вот электронные цифровые карты используются при планировании эвакуационных мероприятий, специально программного обеспечения, которое разрабатывается кризисным центром. Вот здесь вот некоторые примеры показаны, как визуализируются пути эвакуации, как их нужно изменить. Также оперативная корректировка схем, да, передвижные пункты радиационного контроля, изменение положения, группы выстрелов реагирования и так далее. Интерполяция, загрязнение податчиком автоматизированной системы контроля радиационной опасности также может выполняться на основе вот уже наших цифровых планов. Определение населенных пунктов, количества населения, которые попадают в опасную зону. Моделирование, распространение загрязнения в зависимости от скорости ветра также на основании вот их алтаритмической модели, которая у меня также может быть использована. И вот буквально вот две минуты, две минуты в конце презентации я хотел бы поговорить о вот этом понимании геопространства чрезвычайной ситуации и о тех вот механизмах, которые могут быть использованы благодаря внедрению гистехнологий для моделирования, анализа, предотвращения этой чрезвычайной ситуации. Вот не случайно вот у нас в лаборатории называется «Нерфункционное исследование техногенных природно-территориальных комплексов», потому что на самом деле сейчас вот это вот понятие, оно очень сильно разнится с природно-территориальными комплексами. И вот границы ландшафтов, зоны влияния, определенных процессов и явления, распространения каких-то техногенных и так далее, и особенности территории, они в свою очередь формируют и границу техногенных промо-территориальных комплексов. Причем вот большинство чрезвычайных ситуаций, которые происходят в настоящее время, они носят характер уже многосредового, и мы должны подходить к позиции вот этого оконтуривания чрезвычайной ситуации, не только вот как в коскости, обычная проекция какая-то граница, какой-то ареал, но мы должны уже и в объеме представлять многосредовость чрезвычайной ситуации. Итак, геопространство чрезвычайной ситуации – это ограниченное факторами влияния чрезвычайной ситуации на определенный момент времени, множество пространственных объектов, процессов и явлений. Ну тут вот несколько примеров, да, таких тоже вот интересных, которые показывают с другой стороны явления чрезвычайной ситуации, процессы, которые происходят, и объекты. И вот схема последовательности операции для определения геопространства чрезвычайной ситуации, она вот представлена вот на данном слайде. Причем здесь вот основные моменты тоже вот только на них остановлюсь для экономии времени. Это пространственная локализация геопространства чрезвычайной ситуации. Опять же, она может быть решена, да, вот эта вот задача. С одной стороны, сложно, да, с другой стороны, когда мы обладаем цифровой моделью, вот даже вот тем же самым эвакуационным планом на территорию расположения метростанции, да, вот эта пространственная локализация с входными параметрами, она может быть очень легко определена. И, конечно же, со мной коллеги согласятся, из Министерства чрезвычайной ситуации, что еще одним из главных таких приоритетных, конечно, положений является комплекс мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Итак, геопространственное обеспечение для мониторинга земель в районе расположения атомной станции представляет собой сложную систему взаимодействующих элементов. И вот самое основное является, что границы мониторинговой зоны совпадают с границами геопространства чрезвычайной ситуации, но в то же время являются динамически изменяющимися в зависимости от степени проявления различных фактов. То есть вот этот, в общем, такой постулат, он должен быть использован, конечно, при формировании этих автоматизированных систем управления, которые будут использоваться на предприятиях повышенного класса опасности. И вот последний слайд, последний слайд, укрупненная схема геопространственного мониторинга земель, будь то районы расположения Алиас, либо подвержены чрезвычайной ситуациям. И вот здесь представлены различные, в общем-то, и как госструктуры, да, которые занимаются управлением, и вот этот вот блок геоинформационного обеспечения. Мы сейчас вот на конференции посмотрели, да, вот этот блок, он насыщен, даже в некотором случае он перенасыщен и средствами измерения, да, и средствами сбора информации, обработка информации тоже подтягивается, анализ, прогноз. То есть, вот, в общем-то, мы как специалисты, да, мы обладаем вот этим необходимым арсеналом для того, чтобы производить управление этой территорией. Ну, вот, например, опять же, вот эти вот картинки, да, которые показывают места подземных ядерных взрывов и, в общем-то, научные экспедиции, которые проходят к этим местам, которые показывают, что ситуация здесь вот, она уже зашла в разряд неуправляемой, и вот этими вот заинтересованными, в общем-то, организациями сейчас процесс этот, ну, управления не выполняется, он показывает, что вот, несмотря на то, что вот наш вот этот вот, в общем-то, треугольник, на котором базируется наша с вами геоинформатика, наши вот исследования Земли, они, в общем-то, выполняются, выполняются активно. Ну, а вот этот блок, вот он, вот у меня презентация, он до сих пор еще красным цветом, что здесь вот все-таки не все в порядке. На этом я хотел бы закончить презентацию. Готов ответить на вопрос. Спасибо, Алексей Алексеевич. Вопросы? Нет, спасибо. 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 Mm-hmm.